МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как взрослому, так и детскому туризму. Для того, чтобы таких мест в Заурале было как можно больше, властями создана сеть природных заказников. Кропотливая работа с целью сохранения и воспроизводства животного мира велась на протяжении 45 лет. Многие из них можно беспрепятственно посетить. Один из них в Белозерском районе. Экотропа – так называется удивительное место в Зауральском лесу в Белозерском районе. Расположена она рядом с селом Боровское. Протяженность маршрута 2,5 километра. Заблудиться не получится. Тропа четко выделяется из лесной зоны. Есть и места для отдыха. Экотропа Белозерского района – излюбленная экскурсия школьников и студентов. Здесь не только приобщают к природе, но и проводят для них мастер-классы. Депутаты Курганской областной думы решили лично пройти по экотропе. Я очень много слышал об данном объекте экологическом. Конечно, я считаю, что таких экологических объектов на территории Зауралия, на территории Курганской области должно быть больше. Так как это отличное место для того, чтобы познакомиться все-таки с природой Зауралия, не только детям, но и взрослым, освежить те знания, которые им давали в школе. Ну и, конечно, свежий воздух, прекрасная обстановка и возможность оценить по-настоящему все богатство природы Зауралия. Зачастую городские жители даже не подозревают о тех богатствах, которые окружают нас буквально в 30-40 минутах езды от областного центра. Депутатский корпус считает своей задачей информировать население о том, что есть такие прекрасные места. Наша Курганская область – это уникальный объект, потому что у нас на небольшой территории 71,5 тысячи квадратных километров. Как депутат я хочу сказать, что мы очень много работаем по распространению знаний среди студентов и школьников. У нас проходят каждый год зыряновские чтения. Дети кроме города и кроме интернета ведь ничего не знают. А здесь они впервые, иногда действительно впервые знакомятся с природой, потому что дача – это не совсем природа, хотя это тоже важно помогать. На экотропе можно не только вдохнуть свежего воздуха, познакомиться с флорой зауральской природы, но и с животными, которые обитают в этом лесу. Узнать, как устроена их жизнь, чем они питаются, а некоторые может посчастливиться и встретиться с ними. Посмотрите, какие богатства нашей Курганской области. Сколько вот животных, вот косуля, волк здесь обитает, рысь обитает, птиц только обитает, лось обитает. И все вот на небольшом этом пятачке, все вот уживается, живет. И необходимо, чтобы заказники развивались. Развивались не ради самих заказников, вот этих особых зон, территорий, а развивались для населения, которое проживает в Курганской области. Подобные туристические тропы и маршруты иной раз доказывают, что природу зауральского края нельзя назвать скудной. А напротив, она богата и живописна. Уральские туристы просят как можно больше развивать это направление. Молодежь интересуется, учится дышать в унисон с природой, а также многие связывают свою профессию с экологией. Первый номер газеты «Новый мир» вышел в свет 19 сентября 1917 года. Она была создана по инициативе революционных рабочих как орган Курганской организации Российской социал-демократической рабочей партии. Первый век газеты «Новый мир» отметили в Кургане. На торжественном событии побывали и депутаты Курганской областной думы. За пройденное столетие газета сменила несколько названий. «Красный Курган», «Советская Заурали» и «Опять Новый мир». Сменились и технологии выпуска газеты. Еще каких-то 20 лет назад газета выходила на высокой печати. Сейчас об этих премудростях студентам приходится рассказывать о словаре. Пришло время веб-дизайна, онлайн-трансляции, контента и прочего. Редакционный коллектив выпускает не только бумажную версию газеты, но и поддерживает работу двух сайтов. Везет интернет-телеканал, а также группы и страницы в популярных соцсетях. Всю сотню лет времени газета являлась и остается объективным летописцем событий. Борется за права и свободу человека. Отстаивает такие нетленные ценности, как добро, милосердие, справедливость и право человека на достойную жизнь. Своей газете я хочу пожелать великое множество читателей. А нашим читателям новых журналистских материалов, ярких совместных проектов. Официальное празднование столетия нового мира прошло в Курганском культурно-выставочном центре. Церемонию посетили как действующие, так и бывшие сотрудники редакции. Поздравить юбиляра пришли официальные лица. Они пожелали новому миру долгих лет жизни, творческих успехов и процветания. Мне очень приятно, официально депутатов, Курганская областная, вы лично от себя, поздравить вас с этой знаменательной этапой. Можно переоценить значимость печатного издания с такой историей. Вы вам руком являетесь гарантом политической стабильности. Вместе с ней экономически не только регионы, но и ценности страны, потому что она большая и неделимая. В завершении Дмитрий Фролов вручил благодарственные письма Курганской областной думы обозревателям газеты «Новый мир» Сергею Гнатову и Владимиру Седанову. Депутаты областной думы Евгений Кофеев, Марат Исламов, Олег Колташов и Владимир Казаков вместе вышли к микрофону и поздравили новомирцев. В частности, заместитель председателя областной думы Евгений Кофеев поблагодарил газету за внимание к людям труда, за информационную поддержку деятельности областной думы, а также проектов и инициативов депутатов. Вы своим талантом, своим умением, своей целеустремленностью задаете читателям надежды, что все будет хорошо. Поэтому мы хотим, наверное, пожелать, чтобы все у вас было хорошо с праздником. Долгожданным для газеты подарком стала компьютерная техника от депутатов. Это все, что мы подготовили для вас сегодня. Хороших выходных. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова